Добрый вечер! В эфире «Воскресное время» и я, Ирада Зейналова. Вместе с моими коллегами, репортерами Первого канала, я расскажу вам не только о том, что происходило на этой неделе, для нас важно, как и почему это произошло. Лучше один раз увидеть. Задолго до праздника большие зарубежные политики соревновались в заявлениях «Поеду, не поеду, если поеду, то когда, если нет, то почему». Позиция Москвы была простой. На праздник приглашаем друзей, а решение о поездке – выбор каждого. От этого 70-летие Великой Победы не становится для россиян менее дорогим и значимым праздником. Уже к вечеру 9 мая британские и французские газеты вышли с заголовками. Западные лидеры обидели россиян тем, что нашли дела поважнее, чем вспомнить о десятках миллионов погибших. Уже утром 10 мая в Москву прилетела канцлер Меркель почтить память погибших и возложить венок к могиле неизвестного солдата. Судя по всему, западным лидерам важно показать, что для них победа над фашизмом бесспорна. Это важная часть общего прошлого. Разногласия во взглядах они подчеркнуто выделяют в настоящее. Но Ле Фигаро приводит удивительные цифры. Лишь 13% французов в курсе, какую роль сыграла Красная Армия во Второй мировой. И 43% больше знают о том, что сделали в войну американцы. Мой коллега Павел Пчелкин искал ответ на вопрос, почему праздник Победы стал больше, чем праздником, скорее индикатором состояния дел и умов. Здесь у вечного огня не принято выступать с речами. Здесь все ясно без слов. При всем значении торжественных парадов и праздничных приемов, именно эта короткая церемония в Александровском саду, пожалуй, главная, зачем приехали иностранные лидеры в Москву. Здесь не важны чины и политические взгляды. Сюда приходят отдать дань памяти десяткам миллионов наших сограждан, погибших, освобождая мир от нацизма. Всем, кто приехал, не нужно было особого приглашения. Ведь этот вечный огонь горит для тех, кто помнят. Кто не хочет забывать, что наши предки спасли планету от абсолютного зла вместе. Наш народ сражался за свои святыни, за родину, за свой дом, за культуру, за родной язык, за нравственные и духовные ценности, за свободу Европы и за мир на планете. И в этой праведной священной борьбе с нацизмом не щадил себя, выстоял и победил. Мы всегда будем помнить, что победа была добыта единением и подлинным братством всех народов СССР, Советского Союза. Отдаём дань уважения подвигу солдат антигиттеровской коалиции и антифашистов, приближавших победу. Дух союзничества, который прошёл закалку в годы Второй мировой войны, и сегодня должен служить нам примером партнёрства всех стран мира. Во имя справедливых целей, во имя мира на земле. Среди трёх десятков лидеров, пришедших к могиле неизвестного солдата 9 мая, и те, для кого День Победы почти семейный праздник. Дед президента Туркмении, отцы главы Таджикистана и Южной Осетии, так же, как и отец Путина, прошли эту страшную войну. Это особый день для казахского лидера. Почти каждый второй житель Казахстана, ушедший на войну, не вернулся живым. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем попытки отдельных политиков и государств провести ревизию итогов Великой Отечественной войны. Идёт искажение, откровенная подтасовка исторических фактов. Для нас всех, я думаю, такой подход неприемлемый. И должны совместно сохранять истину о нашей победе, передать память о ней последующим поколениям, с тем, чтобы не допустить подобные катастрофы в будущем. Милош Земан, президент Чехии, похоже, ни секунды не сомневался в том, стоит ли ехать на юбилей в Москву, даже несмотря на оклики из Вашингтона. Дошло до того, что ему пришлось жёстко поставить на место американского посла, бестактно потребовавшего отказаться от поездки. Я здесь прежде всего, чтобы выразить честь не только тем солдатам, которые погибли на территории Чехословакии, но всем, приблизительно 20, и некоторые говорят 27, миллионам садирских граждан. Земан не поменял своего решения даже тогда, когда стало ясно, что из-за мощного давления Вашингтонского обкома, как выразился Путин, больше никто из лидеров ЕС не решился ехать в Москву. Нам приятно констатировать, что в Европе есть ещё политики, которые в состоянии прямо излагать свою точку зрения, отстаивать и проводить независимую политику. Не мы были инициаторами охлаждения отношений с Европой, но надеюсь, что благодаря таким политикам, как вы, нам удастся их восстановить не только в прежнем объёме, но и двигаться дальше. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь. Знаете, политика – это как погода. Бывает охлаждение, и бывает также отопление. Я полностью уверен, что санкции – это краткосрочное дело. Я публично выступал против санкций. Мы знаем. Эти земляки президента Земана – чешские ветераны вооружённых сил. Приехали в Москву почтить память советских воинов, освободивших их страну от фашистов. Они очень переживают, глядя на антироссийскую истерию на Западе. Находятся такие люди, которые хотят эту историю изменить. И говорят так, что Чехословакия, что Чехия освободила американская армия. Американская пропаганда сейчас такая, что снова переключают это. Они говорят, что Путин хочет Вторую, Третью мировую войну. А Путин не хочет никого только. Он охраняет Россию, чтобы НАТО не пришло ближе. Опасения ветеранов понятны. В последние несколько лет, особенно накануне 9 мая, поднимается мутная волна заявлений тех, кто пытается переиначить историю Второй мировой. Взять хотя бы заявление польского руководства о том, что 70-е годовщины победы над фашизмом на самом деле нужно отмечать не в Москве, а в Варшаве. Или вот эти странные заключения президента Польши Комаровского о параде победы на Красной площади. Следует помнить, что касается этой военной демонстрации, демонстрации силы, речь идет не об истории, а о современности и будущем. Таков образ сегодняшнего нестабильного и неспокойного мира. И в таких условиях мы должны строить нашу польскую безопасность. Вслед за этим украинский президент поблагодарил лидеров ЕС, отказавшихся ехать на празднование в Москву. Трудно понять, что это. Абсурдные потуги уязвить Россию или попытки угодить американским покровителям. Скорее, и то, и другое. Рядя на все это, президент Узбекистана, чьи ветераны били фашистов плечом к плечу с остальными народами СССР, произнес в Москве вот эти слова. Разумеется, война сама по себе стала тяжелейшим испытанием для всех советских республик. Но, тем не менее, особая роль победы, без всякого преувеличения, я это подчеркиваю, принадлежит прежде всего русскому народу. Я за каждое слово несу ответственность. И народу всей России, которая понесла колоссальные людские и материальные потери, и на плечи которой легла главная тяжесть борьбы с фашизмом. Бывший премьер Италии Сильвию Берлускони в своем открытом письме в газете «Карьера» Делосера назвал решение лидеров ЕС бойкотировать празднование в Москве их личным поражением. Отсутствие западных лидеров на празднованиях в Москве в честь 70-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны является демонстрацией близорукости Запада. Это большая ошибка в перспективе. Трибуна Красной площади, на которой рядом с Путиным сидят президент Китая, президент Индии и другие азиатские лидеры, пример не изоляции России, а пример провала Запада. Сближение России и Китая вообще в последнее время воспринимается на Западе с опаской. Хотя прежде в этом никто не видел ничего необычного. Это поступательный многолетний процесс. Китай был главным фронтом Второй мировой войны в Азии. Именно тогда между нашими народами сложилась крепкая боевая дружба. Отмечая наш общий праздник, праздник Победы, мы не исходим из того, чтобы выделять какие-то определенные страны. Мы делаем это для того, чтобы отдать дань памяти павшим героям, чтобы впредь подобная трагедия никогда не повторилась. Си Цзиньпинь признался, что давно мечтал оказаться в Москве в День Победы и отметил, что для Китая война с милитаристской Японией, союзницей Германии, завершилась лишь в сентябре 1945-го. Он пригласил Владимира Путина на осенние торжества в Пекин. Эти кадры сняты 9 мая в самом центре российской столицы. Группа простых немцев приехала к Стелле. Москва – город-герой, чтобы отдать дань памяти советским солдатам, освободившим их родину от коричневой чумы. На груди – георгиевские ленты, а на черных майках в тон – оранжевая надпись. Германия говорит «Спасибо за победу». Для меня, например, это и победа моего народа, пострадавшего от фашизма. И мы приехали поблагодарить ваших дедов за спасение. А решение приехать мы приняли, когда появилось подозрение, что госпожа Меркель не приедет в Москву. Канцлер Германии тоже подверглась мощному давлению Вашингтона и, как многим казалось, уступит. Ведь не впервой. Но германское общественное мнение для нее, похоже, оказалось важнее. Достаточно было посмотреть, что происходило 9 мая в берлинском Трептов-парке у памятника советскому воину-освободителю. Надо сказать, что наше немецкое правительство делает все, чтобы настроить людей против России. Они что, войну затевают? Мне немцу стыдно за то, что у нас такое правительство. Это грустно. Меркель нашла компромисс. Ехать не на торжества, а на день позже. Лидеры встретились в Александровском саду и, беседуя без переводчиков, пришли к вечному огню, где возложили венки и помолчали. К удивлению многочисленных туристов, гулявших в это солнечное воскресенье по Кремлю, Путин и Меркель отправились на переговоры пешком, через Кутафи в башню. И вот после многочасовых переговоров о двусторонних проблемах, санкциях и урегулировании на Украине у Меркель появилась возможность объясниться с россиянами напрямую. Сегодня, в непростой ситуации для германо-российских отношений, я приехала в Москву. Мне важно вместе с президентом Путиным по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны почтить память погибших. Мы всегда будем помнить, что на долю народов Советского Союза и солдат Красной Армии пришлась большая часть жертв в этой войне. Я склоняюсь перед миллионами погибших в войне, которую развязала национал-социалистическая партия Германии. Мы постоянно будем отдавать себе отчет в том, что это была жестокая расовая война, война на уничтожение. Она принесла невообразимые страдания для миллионов людей. На фоне этих исторических событий я благодарна за то, что между нашими народами стало возможно примирение, за то, что немцы и русские сегодня могут сотрудничать во благо лучшего будущего. Признателен госпоже федеральному канцлеру за искренние слова сожаления в связи с преступлениями фашистской Германии. Наша страна воевала не с Германией, она воевала с нацистской Германией. С Германией, которая сама стала первой жертвой нацистского режима. Мы относимся к сегодняшней Германии как к нашему партнёру и дружественной нам стране. Не могу не отметить в этой связи, что сами деловые круги Федеративной Республики выступают за снятие искусственных препятствий на пути развития взаимовыгодных торгово-экономических связей. Предприниматели – люди прагматичные, поэтому они не уходят с российского рынка, ценят имеющиеся здесь возможности для ведения успешного бизнеса. Не стоит забывать, что в Нью-Йорке, Вашингтоне, Торонто и Берлине в эти майские дни люди присоединились к народной акции «Бессмертный полк». А то, как она прошла в Москве, стало главным потрясением этого дня для западных журналистов. Ведь здесь ничего даже комментировать не нужно. Все абсолютно ясно, бессынно. Хотя, конечно, основное внимание было приковано все же к параду с участием новейшей российской боевой техники. Немецкая газета «Цайт» назвала его великим и грандиозным, как никогда со времен СССР. А, например, трансляция из Москвы, которую вел греческий парламентский канал, увеличила его рейтинг в четыре раза. Вечером 9 мая Владимир Путин не скрывал своей радости. Праздник получился. Все, кого мы хотели видеть, были здесь. Ну, а самое главное, чтобы люди понимали, что борьба с нацизмом была очень важной, и победа над нацизмом – это очень важная веха в истории человечества. Что касается того, что мы вообще видели, то хотел бы сказать, что мы видели очень много радостных лиц, наших граждан. И это самое главное. Самое главное, что мы осознаем это как наш большой, может быть, главный праздник в истории нашей страны. Словом, с бойкотом 70-летия победы в Москве, как и вообще с изоляцией России, у США и их сателлитов получился конфуз. Впрочем, задолго до 9 мая президент дал понять, в первую очередь это наш праздник, когда мы чествуем ветеранов и вспоминаем погибших. Приятно, если кто-то решил к нам присоединиться, но и иное решение никого не расстроит. Павел Пчелкин, Надежда Каширская, Иван Благой, Александр Гусев. Воскресное время. Первый канал.